Раздав памятки с правами и обязанностями сторон, судья Иннар Кварча перешел к регламенту судебного заседания и представлению участников процесса. Прокурор Сатбей Хагба, истец Юлия Тетерина, ее адвокат Марина Цугба, обвиняемая Ольга Брюханова, ее интересы представляют адвокаты Т. Чагунава и Рамина Пасания. В основе всего разбирательства лежит дом в Сухуме. Если коротко, для ясности, то дело обстоит так. Согласно версии Тетериной, сделка была мнимой. Дом в Сухуме был куплен ею и супругом у предыдущего собственника по фамилии Квицыния, а оформлен на Брюханову ввиду отсутствия у Тетериных абхазского гражданства. По версии Брюхановой, она является единственной полноценной собственницей жилья, а Тетерины лишь арендовали у нее недвижимость. По версии следствия, Брюханова вступила в преступный сговор с супругом истицы. Тот без ведома супруги выехал на территорию России и подал заявление на расторжение брака. И уже после этого, по словам прокурора Хагба, Брюханова, номинальный собственник жилья, обратилась в Сухумский городской суд с исковым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения. А гражданин Тетерин, являясь организатором и пособником в целях облегчения достижения преступных намерений, подтверждал заявленные требования в судебных процессах, отрицая факт покупки им и его бывшей супругой дома у гражданина Квицыния. Требования Брюхановой были удовлетворены. По версии следствия, Ольга Брюханова совершила мошенничество владения чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием группы лиц. По предварительному сговору в особо крупном размере. Подсудимая Брюханова категорически отрицает заявленные обвинения и виноватой себя не признает. Адвокат Рамина Пасания также высказала категорическое несогласие с обвинением. По ее словам, органы предварительного расследования в своем обвинении ссылаются на показания потерпевшей Тетериной, тогда как последняя не имеет никаких законных прав на дом, а Брюханова его законная собственница. Следом суд с участием сторон решил, в какой последовательности будет проходить рассмотрение дела. Сначала допросят свидетелей, после потерпевшую и подсудимую. По решению суда журналисты не смогут освещать процесс до стадии прения сторон, так же, как и не могли записывать в ходе заседания выступления участников процесса и потому пересказали содержание их слов.